Новая реальность. Теперь Ямал не просто дом, но и тыл. По словам губернатора, он на постоянной связи с бойцами, командирами, родственниками мобилизованных. Меня радует, что подавляющее количество вопросов уже решены. И настроение у наших ребят очень боевое, очень правильное. Держится и экономика одного из стратегических регионов. Снизились объемы поставок газа, но выросла цена. В итоге в бюджет поступили дополнительные деньги. Многое будет зависеть от решений, которые примут для себя европейские потребители. Своебразным козырем остаются заводы по сжижению газа. Танкер можно направить туда, где топливо готовы покупать. А рынки Индии и Юго-Восточной Азии бурно развиваются. Следующий год абсолютно нам понятен. Он точно будет стабильный. Отдаленная перспектива абсолютно точно в рост. Какой-то среднесрочный период может быть непростым, но мы, как всегда, на Ямале с ним справимся. В студии главные редакторы ямальских изданий. Вопросы поступают онлайн. В этом году их значительно меньше, и они уже иного порядка. Например, можно ли расширить действие сертификата для молодых семей на строительство дома. Губернатор подчеркнул, государственные меры поддержки работают на результат, а не на процесс, который может как минимум затянуться. Готовы поддержать историю, чтобы направить часть наших мер поддержки на приобретение уже готового дома. Здесь вопросов у нас нет, чтобы была конечная цель. Часть северян, можно сказать, поймали темп и мыслят уже на ход вперед. Вопрос из Нового Уренгоя, где завершается строительство нового терминала воздушной гавани. Когда аэропорт станет международным? По словам Дмитрия Артюхова, такая договоренность с инвесторами есть, когда пассажиропоток превысит полтора миллиона. И такое вполне реально в ближайшие годы. С каждым годом такое ощущение, что становится меньше вопросов. Потому что проблемы решаются. Я уже четвертый раз участвую, поэтому есть с чем сравнить. Вопрос уже с практически готовым решением. Жительница Лабытнанги спрашивает, почему нельзя приехать на прием к врачам-узским специалистам в Салихард. Возможность обратиться к врачу в соседнем городе должна быть. Там есть определенные нюансы в этой работе. Давайте я сейчас разберусь с ними. Обязательно благодарю Риту за этот вопрос. Новое качество решений уже со стороны окружных властей. Во время прошлогоднего эфира жители Уренгоя попросили поторопить с ремонтом детской поликлиники. Она располагается в деревянном здании. Проблему не только решили, но и сделали выводы. Капитально ремонтировать такие соцобъекты больше не будут. Часто это дороже, чем предполагалось ранее. В итоге проще построить новый капитальный объект, а старый перепрофилировать. Иной раз словишь себя на мысли, что с нуля построили бы быстрее, лучше и примерно за те же деньги. Вечная для Ямала тема мерзлоты. Работа ведется комплексно. Это и поддержка ученых, и проекты по контролю за фундаментами. Губернатор призвал добывающее предприятие активнее подключать датчики, которые находятся в скважинах, к единой системе мониторинга. Такие примеры уже есть. Ответ, я считаю, более чем исчерпывающий. И понятно, что у региона сегодня есть далеко идущие планы. И теми программами и проектами, которые есть сейчас, сегодня регион не ограничивается. Прямой эфир длился 1 час 37 минут. За это время губернатор ответил на 23 вопроса. Всего их поступило 757. На каждый дадут развернутый письменный ответ профильные ведомства. Александр Ребекко, Валентин Хатанзеев. Программа «Время Ямала». Программа «Время Ямала».